Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на обзоре варкапа под номером 229, а это почти 230, а 230 это уже почти 250, а это почти уже 300, а это значит, что надо уже думать по поводу карты на 300 варкап. Но пока что мы на этом. Карта CGS Comp 34, очень старенькая, от небезызвестного маппера CGS Enzy, который сделал очень много и RDF Comp Card, насколько я помню. Может быть не очень много, но я точно помню, что он какую-то вот такую сучью карту сделал, на которой пришлось посидеть. В общем, начинаем мы просто вот так вот, без БСа, без всего. Три плазминки нам дают и, соответственно, нужно забраться, судя по всему. Естественно, так как карта старая, на ней есть тайм-ресет, который делать нельзя, поэтому мы на него плюем. И вот прямо, буквально на конце первых плиточек нам дают очень много батлсвита, очень много плазмы и очень много хейста. А это значит, что наши возможности практически безграничны. Здесь Enzy любезно начал приподнимать потолок, чтобы можно было плазмить максимально вверх. Ну и очевидно, что нужно плазмить, а если мы падаем в лагу, нас убивает. Поэтому давайте, собственно, поплазмим. Карта здесь раззеркаливается, поэтому тут, кому как удобно, туда-либо сюда. Видим здесь, что пропасть нужно опять же плазмить по стене. Здесь у многих, я думаю, с непривычки была проблема, что они падали в лаву, но это ничего страшного. И здесь вот такой прикольчик, что нужно... Этот рокет, это больше для ВК-3, мне кажется, сделано, чем, типа, как фишка. Хотя, может быть, и как фишка, кто его знает. Кто его знает. Enzy, если ты смотришь, напиши нам, фишка это была или нет. Или ты просто, не знаю, случайно галочку нажал, suspend it, или как она там. В общем... Как мы видим, как мы успели заметить, я не могу рокет просто взять, ходя по полу. И чтобы его взять, нужно обязательно прыгнуть. Это и касается и ВК-3, и ЦПМ, собственно. Ну, про это я уже сказал. 200 ракет нам он дает. Видим мы, что нужно наверх. И с двух ракет спокойненько забираемся. Так. Видим мы, что там какой-то проходик. 2Х здесь, очевидно, низковато кидать, поэтому давайте просто посмотрим. Прикольное там небо, да? Либо скайбокс он даже повесил. Ну, по-моему, небо. И здесь также с одной ракеты буквально залетается. И вот эта горка, любезно, опять же, сделанная Энзи Сликом. Это очень хорошо. Это прямо показатель того, что мапперу не похуй на ВК-3. И это очень даже похвально. Но здесь Слик кончается. И где обновляют нам Баттл Сьюит вот здесь, у нас забирают... Опа. Косичок. Опа. Ну, ладно. Ну, Слик. Ну, Слик на рампе, ну, для ВК-3. Ну, не. Ну, вот это, вот это, конечно, не считается вообще. У нас забирают Хейст. Димон говорил, что его как-то можно облететь, этот инит. Но я, честно говоря, даже забыл диком пельнуть. Но, по-моему, нельзя. Мы пытались, что-то пытались. Нельзя, по-моему, его облететь. Да, это даст огромный плюс. И, возможно, в топовой демке этот инит как раз как-то облетелся. Но, тем не менее, забирают у нас Хейст. А это значит, что мы просто движемся дальше по курвам. Движемся, движемся. Видим, что нам нужно забираться наверх. Еще наверх. И здесь у нас финиш. И, опять же, карта здесь раззеркаливается для того, чтобы сделать максимально удобные условия для игрока. Либо в ту, либо в эту сторону. Но тут еще такой момент. Это больше для ВП-3, мне кажется. Потому что ЦПМ на большой скорости. И тут, ну, невыгодно тебе потом с этой стены. А ты в любом случае у этой стены будешь. Невыгодно потом с этой стены переходить на другую. Поэтому проще уж к этой стене привыкнуть, к этой стороне и все. Давайте посмотрим по роутам. Так как у нас есть, дают нам здесь плазму сразу же. Мы можем сразу же после этого прыжка взять и сделать ГБ. Как это будет выглядеть. Примерно вот так. Делаем небольшое ГБ и уже отсюда начинаем плазмить. Это раз. Второй вариант. Мы делаем, важно очень, делаем хорошие отстрелы от этой стены. И набираем максимально еще стрейфом. И тогда при хорошем бусте можно не делать лишний джамп, а сразу начинать плазмить. Но минус в том, что потом к стене почему-то он хуже прилипает и поднимается потом сложнее. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего с набором высоты. Ну, примерно вот так. Так, это два. Три. Третий момент. Вся карта завязана на ПГБ. Это просто, я не знаю, какая-то дичь. Я ее вот сразу скажу. Я ее тупо не доиграл, потому что меня достали эти ГБ. Они то получаются, то не получаются. Тут еще башкой крути сюда, верти сюда. Понятно, что сенс позволяет. Но, блин, это так выматывает. И ты потом просто уже через полчаса играние этой карты и не понимаешь, что происходит. Ты типа на автомате что-то прыгаешь и все. Но это не дело, конечно. В общем-то здесь сразу же тоже Как только мы залезаем, сразу же нужно делать ГБ. И залетать нужно максимально низко, да, чтобы не терять скорость. Делаем ГБ. И здесь, перелетая просто джампом. И еще важно, там нельзя сделать хороший ГБ, потому что если вы сделаете хороший, вы перелетите. Это ГГ. Все. И здесь тоже очень важный момент. Здесь тоже делаем ГБ. То есть, давайте попробуем комплексно. Проделаем здесь. И делаем еще здесь. Здесь плазму отбирают, поэтому тоже, ну, боковым стрейфом. Давайте я все-таки попробую сделать. Аааа. Что-то это. Да, ну, здесь суть важна, по идее. Так надо вообще минимально низко подлетать. Я еще перелететь боюсь. Нельзя здесь хороший ГБ сделать. Не получается. Ну, ладно. То есть, в общем, когда мы делаем ГБ, в зависимости от того, какой мы его делаем, мы в любом случае подбираем в воздухе ракету и приземляемся сюда. Здесь такой момент, что от этого ГБ тоже очень много зависит, так как карта, по сути, на фреймы, фреймодроч, ну, любая карта почти на фреймодроч. Здесь в этом ГБ тоже очень много смысла, потому что если вы сделаете его слишком сильным, он у нас получится прямо очень хорошим, вы возьмете ракету, вы ударитесь в эту стену с прыжка и, ну, 1300 обычно, если выбиваете с того ГБ. А так как у вас есть это, как бы, ну, несложно 1300 выбить, там вообще, по идее, 1500, наверное, надо, если хороший делать. И попадаете, в общем-то, в стену, пока приземляетесь, пока чего, потом только делаете РЖ. А если вы делаете его не очень сильным, вы подбираете рокет и сразу же начинаете стрелять. То есть, вот этот промежуток, то, что вы летите там плюс-минус 100 псов, он вам не сыграет столько роли, сколько вы будете пока здесь лететь, падать, отсюда отстреливаться. Поэтому просто выбираем рокет, сразу же делаем РЖ. И здесь тоже несколько вариантов. Здесь, слава богу, лава не убивает, поэтому я смогу, наверное, показать все необходимое. Не факт, что сделаю, но покажу. Первый вариант, самый дефолтный, мы просто вот так вот отстреливаемся и попадаем сюда. Главное, туда не вылететь, и то заберут хейст. Это первый вариант. Ну и попадаем, собственно, дальше начинаем спамить, стрелять. Второй вариант. Мы можем добавить одну ракету. Так вот. Чтобы дать себя больше вниз, это делается для того, чтобы траектория была более диагонально вниз, чтобы сделать более хорошее РЖ туда. Потому что, если мы приземляемся очень далеко, нам приходится делать очень сильное РЖ, и мы не набираем с этого РЖ скорости, а это уже минус. Типа вот так как. Ну у меня сейчас... Ну понятно, я сделал, типа, не идеально, но имейте в виду, что это все делается на хороших скоростях. И по сути третий... Так, нет, третий, да, не по сути, третий вариант. Можно сделать вот так вот. Вылететь. Это тоже дает определенный плюс, потому что... Здесь мы еще более низкую траекторию можем себе задать. И получить я выбивал 1700 отсюда, и потом нормально прямо вылетал. Были, были такие. И самый дрочный вариант. Это 2Х в стену. И пролетать просто... Таким вот образом. Я его, конечно, сейчас, наверное, не сделаю, потому что особо не затрачивал. Я уверен, что овчарки там с литюмом именно этим роутом пользовались. Ну, вот примерно так. Ну, то есть, тут основная дроча в этом трексе. То, что у вас скорость больше 1000, причем намного. Либо 1300, либо 1200. Если вы летите медленнее 1200, это уже минус. Потому что, если вы летите меньше 1200, и делаете вот этот 2Х в стену, полтора Х точнее, и потом залетаете туда, это медленнее, чем просто отстрелиться от стены, допустим, потом от этой стены себе дать еще выстрел, и потом... Ну, и продолжит дальше. Потому что на этой дистанции у вас скорость больше вообще. Поэтому здесь очень важно 1300, 1400 вообще, по идее, подержать. Очень хорошо по высоте лететь, закидывать ракету под правильным углом и вовремя закидывать эту ракету, чтобы она нормально в стену попала по отношению к вам. И в дальнейшем тоже хорошо отстрелиться и попасть на эту рампу. А здесь уже там подсебяшка. Так, выходит, что подсебяшку делаешь сюда. Можно отстрелиться от этой стены. Ну, и продолжить. Что-то типа того. Ну, и здесь, собственно, у кого как что получится, я делал примерно так. Ну, я думаю, тут страта одна, поэтому ничего такого особенного нет. Я думаю, что все. Наверное, я все показал, поэтому давайте перейдем к демулям. Так. Демули, не пицц. Демули. Варкуп. Эй. Упп. По 2.9. Так. Ну и начинаем в ВК-3 по... так сказать... по традиции. Вов Калак. Из России. 39.0. Начинаем по правой стене. Тихонечко забрался. Точнее, по левой. Вообще не. Неплохие плазма-климбы. Между прочим, все чистенько пока что. Прям нету... Почему-то жмет прыжок. Нету каких-то моментов. Делал полтора икс. Примерно, да. Ну, там без надобности я не... Ну... Он выглядит уверенным. Он выглядит уверенным в своих действиях. Он знает, как играть, но почему-то... Может быть, он играл 7 минут, да. А может быть, он просто... Подправил какой-то там полутест. И решил... А, да так, кстати. Ну, ладно. Скопил им иным. На 6 секунд. Да, секунд. Чуть минут не сказал. На 6 минут перебил. Тьфу! 6 секунд. Перебивает. Товарища Вовку. Забирается по правой стене. Более уверенно движется. Сразу же начинает климбить. Не ждет никаких прыжков. Здесь также по спейсингу хорошо на Рокет пропадает. Это без... Скополамин. Окей, окей. Я понял. Я твой номер понял. Да, делает 3x бесполезный. Я не знаю, зачем вы... Зачем? Там же Роуд, ЦПМный. Типа, работает. Изи. Особенно тот, который я показывал с отстрелом от стены. Ну и финиш. Скополамин очень даже не что. Ну, скополамин все равно ты навсегда уже в наших сердцах. Так что... Ну, нормально, нормально. Единственное, вот про Вовку я не понимаю, почему у него... Почему он такую демку отправил. Выглядит реально уверенно. То есть он знает, там, вот он владеет, он задом что-то отстреливается. Нормально. Нестеральск. Ага, про кип-оп. Ну давай. Сейчас мы тебя это самое тут. Ну-ка. Так. Тоже уже поуверенней. Вот ждал здесь лишний прыжок делал. Это минус. Нужно было делать как скополамин. Вот отстрелы пободрее. И без всяких там 5х просто отстрелился. Можно было прямо получше. Вообще, по идее, можно рокет. Если вы там летите с тысячей, можно рокет в эту рампу вообще закидывать. На мой взгляд, и не париться. Но посмотрим. Посмотрим, как. Как чего там. Пацанчики сделали. 33,4. Проки-поп. Нестеральск. Нестеральск. Оно и видно. 31,0. Лунтик перебил Проки-попа. Выку-3 физики на целых 2 секунды, между прочим. На 2,5. Ну давай, Лунтик. Лунтик. Овербонс из офф. Все хорошо. Так, здесь все бодренько. Вот единственное. Лишний прыжок делал. Ой, не залетел. Ну это ре. Ну ре надо было делать. Ну 11 минут. Ну Лунтик. Еще и зацепил. Ну ой. Ой, ну ты серьезно. Ну Лунтик. Ну что за... Че? Проки-поп же из Нестеральской, а не ты. Лунтик, алло. Не расстраивай меня. Я понимаю, что ты, возможно, на ЦПМ там потратил больше времени. Ну блин. Ну ты зацепил там 3. У тебя 3 фейла жестких. Ну перепройди ты карту сделай. Вон 27 и Хэдхантера перебей. Который перебил тебя, Лунтик, на 4 секунды. АВ вообще штурмует на самом деле. Все, все большие молодцы. Сразу начинал климбить. Здесь тоже сразу начинал климбить. Это огромный плюс. Здесь хорошо сразу залетел. Ой, ой. Зацепил, конечно, обидно. Но не часто. Я думал, может быть, у него так и было задумано. Отличные вообще ракеты по наклонной. Просто отстреливается. И просто-просто идет по дуге, по наклонным. Как ему маппер завещал. И финиш очень даже очень-очень хэдхантер. Хэдхантер прямо вырос. Вот реально. Вот его не было видно. Не было-не было. Тут хопа. И вот такие демки он пишет. На самом деле это... Ну я удивлен. Я реально удивлен. Азерол. Стрелл НК. Сразу без остановки прыгал. Вот здесь он очень медленно пока туда-сюда забрался у хэдхантера. Это момент побыстрее. На полсекунды быстрее у хэдхантера. 8,9 там чек. И тоже по наклонным. Ну тут с финишем конечно фортануло. То что он прямо перед рампой переземлился. А в итоге-то... Вот и чисто из-за финиша хэдхантер запорол. Потому что финиш очень медленный. Сам вот этот подъем. А Азерол как раз таки на этом финише вырулил. Ну ничего. Третье место темнение Азерол. Поздравляете. Красавчик. И монстрик с большим отрывом занимает второе место. На этой карте. Так пока все... Ой какие... Ой-ой-ой. Вот. Вот-вот-вот. Просто офигеть. Вот монстрик. Вот монстрик. Да и... И перед рампой. О-о-о-о. Монстрик. Просто. Просто захватил мое серд... Ой. Захватил мое сердечко. Просто красавчик. Но. Но монстрик. Знаешь вот... Вот знаешь вот... Вот как бы... Вот как бы ты не играл. В Тольятти все равно сука. Вот лучшее. Вот видишь? 400. На 400 градусов теплее в Тольятти. Вот что бы ты ни делал. Кенекс первое место. Поздравляю тебя Кенекс. Большой-большой. Красава. Несмотря на ремонт. Несмотря на все жизненные там... Препятствия которые мешают Кенексу... В полную меру затрачивать дефраг. И к тому же у Кенекса между прочим семья. Там... Ну это вам не хухры-мухры. Отличные ракеты. Да-да-да. И здесь побыстрее конечно. Ой, 200. Ну финиш помедленнее. Но в целом... Да, очень круто. Очень-очень круто. Несмотря на все... На все, так сказать, тяготы. И лишения. Кенекс все равно выбирается у нас в топ. И... За что ему огромное спасибо. И переходим к ЦПМ. Как всегда у нас очень много демок. Давайте не будем... Затягивать. Локис 31.5. Плазма мэн. Ну давай посмотрим. Плазма мэн. Давай, Плазма мэн. Давай. Так. Хороший климп, между прочим. Зацепил немножко. Ничего страшного. Тоже неплохой климп. Ой, ну... Это... Поторопился, конечно. Поторопился. Лишних ракетов не кидал. Ловит полтора икс. И зачем-то остановился вообще. Ой, еще остановился. Ну... Это основной, конечно. И в рампу 2 икс. О, ну ладно. Вот за это я тебя прощаю. Ладно. Я понимаю, что ты старался целых 4 с половиной минуты, но... Да, вот эти... Это 2 икс, наверное, ты затрачил просто... Неделю, наверное, затрачил. Окей. Вовка лак. Отправил его в обе физики. Молодчинка. Давайте посмотрим, что он сделал в ЦПМ. Опять же, с остановками со старта. Хороший климбы. Хороший климбы. Нон-стоп рокеты. На самом деле, не дал себе толком скорости. И рокет этот бесполезный абсолютно запустил. Но амплитуда не самая лучшая, конечно, от стрелов. Видно, как будто бы он... Он как будто бы, типа... Как будто когда-то давно, там... В бардатые годы, когда Трэшер был у руля, типа... Он тогда, типа, начинал... Я там, говорит... Я там... БШ ПГТ-1 рулил, еб-то. И вот он вернулся, и что-то пошло не так, но... Я думаю, Вовка, если тебе это дело нравится, если ты... Прямо... Хорошо себя чувствуешь в нашей атмосфере. Я тебе скажу, что у нас есть атмосфера. У нас есть беседы в ВКонтакте, в Дискорде. Вообще везде-везде. Мы всем помогаем. Если что, пиши в комментариях. Там либо будет премьера, если ты на нее придешь на премьеру этого обзора. Всем привет, ребята! Премьера! То... Там кто-то из ребят тебе обязательно подскажет. Лунтик тебя возьмет в команду. Будем тебя обучать. Все будет норм. Аксесс. 26.2 Йоу, Аксесс. Я очень рад. Субтитры сделал. Чайные климс. Квои считали? Субтитры сделал. Для老師,��게요. 3 бит Q. Харяев Это эксер плюс. для этого момента просто не полезно потому что вы можете вы можете успеть и просто сделать просто рокет-жум для того, чтобы просто вы просто Просто... ... 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 на дефракт мэпс, вы всегда нужно больше и больше спид и если ты видишь места как это, где ты можешь уйти с половиной рокетжемп ты не можешь 2x рокет или 3x рокет, как в VQ-3 демос И просто получите скорость и сделайте этот полный прыжок Я надеюсь, что вы понимаете Мои Тверки Я не знаю, как там мысли Уборщица Уборщица, ёб Это Альмера, я так понимаю Уборщица, пятерочка Спасибо, Axis, за демо И сделайте твои... Ну, да Такой вот гб Интересный выносили Выносил Нос сразу Скрип! Скрип! Ну, Нос в старый Не знает, что с Хейстом Выбивать, опять же, 2х Бесполезный Видите? Это... Аксесс Это реально полезный Я не знаю, почему кто-то сделал В общем-то Нос в старый Он не знает, что ГБ С плазмой С места Без Хейста На 950 Можно сделать А с Хейстом На 950 Это любой дрищ Сделает И говорит Ну, это скрип Так ровно всё Да нет, это просто Какая-то Какая-то лажа Я не знаю, зачем ты записала Эту демку вообще, Альмера По-любому это ты По-любому это ты По-любому это ты В особенности В частности Ты такая, смайлик Хи-хи-хи Не знаю, круче Ну, завязывай Чё за фигня Римыч, 26.0 Давай, братишка Покажи нам После вот этого Давай Так, без остановок Подпрыгал Всё хорошо Здесь приземлился Тоже без остановок Без всяких сёркал Хотя сёркалом Возможно, было бы побыстрее Потому что ты с Хейстом Ой, зацепился тут Конечно, ракетой Но выкрутился Дал себе Ну, опять Ну, бесполезно этот Ну, зачем он нужен? Это просто Это тебя больше сбивает С толку Подсебяшка на стол О-о-о-о Подсебяшка на стол Это, конечно, да И здесь, конечно Не повезло немножко Тут ещё Да, я не говорил В тот момент Что вам нужно В определённом месте Делать этот даблджам в рампе В конце Чтобы нормально Пито, больно, высокой скорости Чтобы нормально вас откинуло Именно на эту дугу Которые на финиш ведёт Чтобы потом Отстрелиться ракетой На мари Так что это тоже важно Дукач Совсем немножечко Перебил римыча А так к римычу Очень даже ничего Вот, ещё бы не зацепился Там в ракете было бы прям супер а ее сервер с остановкой все много было делать но он сделал circle а вы в надежде что у вас есть там у него это получится быстрее опять же гб никаких пока что мы не видим здесь уже более такие ракеты скажем четенькие 2x не делал но все равно немножко медленно и и вот у края видите вот он у края сделал он просто врезался в стену и все а там же дуга там можно набрать по касательной скорости и вообще без проблем монстрик 24 2 перебивает дукача на полторы секунды монстрик красава просто красава потому что он правил нас демки в физики а любой кто играет в обе физики автоматически становится красавой моем лице но при этом я должен видеть что вы стараетесь в обе физики они как к тебе вот монстрик он уходит и чувствует себя не у не очень уверенно в цепи это видно но он старается использовать вообще в ку-3 этот в ку-3 road грубо говоря и нормально ну по я имею ввиду то что он по дугам шоу так лолипоп или news 23 а какая там неделя то у нас варкапов ну-ка-ну-ка-ну-ка ну-ка-нук-нук-нук-нук 6 что cfg 2 босс я не знаю я что-то подзавязал с игрулькой на самом деле я на я расскажу в конце обзора истории про своему 20 засликал засликал на рампе пока что мы такого не видели и вот он по касательной просто набрал очень много скорости у него получилось это вот это вот основной момент мне кажется где его где монстрика обошел основа игр очень хорошая дымка любого очень хорошим иван космопа я на 200 перевел на 200 так пока все хорошо отлично чувствует карту сервитами 25 минут такая полуподсебяшка в рампу чтобы не потерять скорости и тут тоже почти по касательной но вот видите вот этот момент он очень много потерял на том что менял стену ему пришлось типа вправо сворачивать из этого траектория меняется и скорость высоты тогда будет меняться потому что типом бой более широкая траектория ну в общем по всем признакам менять стену абсолютно невыгодно если ты не выкутрикер потому что выкут выкутрим там в любом случае там там ну там можно выкутри в принципе если отстреливаешься от стены от последний тебя типа откидывает направо и ты вот в эту рампу поднимаешься потом по другой стороне его это я могу понять но в цепи м это не очень выгодно я думаю что это должно было читаться и про кип-оп на 200 перевел космопайкера из не старайска на не старался на 23 5 большой большой молодчик 401 минута сервер тайм дмк онлайн оба выключены минус две с половиной нормально хорошие ракеты дал себе на ракета вниз 1100 все хорошо ты еще стона вылетит 1700 просто повернуть и просто сделать джон и вот опять же вот вот на этом он потерял день он он 200 потерял и либо еще больше потерял потому что это наклонная она вам не просто так про кип-оп ты его слушай меня божди куда-то пошел стой это наклонная сука использую ее понимаешь она она вам есть ее надо использовать нужно стараться нужно стараться лучше я понимаю что ты из не старайска но учти что вот вот в этих двух переписках в твоем вот это вот я тоже имею некоторую власть мы тебя кикнем если ты не будешь стараться понимаешь все 2 и 2 мы с тобой будем считаю что мы с тобой договорились 23 0 до 20 0 линки дэнмарк йо йоу линки майбро ага ха воссе вот пустот и а и вот erin здесь хорошая пламя да, это хороший с Рокетом хорошая с Рокетом и очень хорошая да я не знаю, что что-то если у вас есть коррект то это всегда просто у и Офч просто быстрее вы абсолютно коррект да, без 2 и 3 жб но это хорошо спасибо за за цена так х х ху хала из России увл шоу b все все их стены так хорошее файл рулес Ухала, да Наученный горьким опытом, что нужно Теперь везде его вырубать Ой, сбросил, к сожалению, скорости здесь И вот Вот он здесь Он, по крайней мере, выкрутился То есть он не пошел по наклону, но он начинал Поворачивать, скашивая Как бы свою траекторию в лучшую сторону Ближе к финишу Это тоже дает, конечно, определенный Типа определенный плюс Но, естественно, эффективнее По наклонам И, кстати, сразу скажу, пока мы на Хухале Этот чувак сделал Офигенный просто мувик Называется он Overground Если ты в чате хухал, обязательно скинь ссылку Либо я ее приложу, к примеру К описанию, но я, скорее всего, забуду Поэтому Просто можете загуглить На DFcoms, зайдите на DFcoms DFcoms.ru, там есть этот мувик Just visit DFcoms.ru И ты увидишь, что фильм Overground It's amazing Короче, дальше Skylin 22840 Skylin постарался Skylin красава Я надеюсь, что ты постарался Потому что, если ты не постарался, я тебя кикнул Из-за бани Так, хороший климп, но Да, сделал ЛГБ, кстати Неплохой, неплохо, неплохо Сделал ЛГБ, почему-то его немножко дергать Но это окей 1200 Здесь, кстати, вот, хорошо отстрелился 1200, 1600 еще и подсвяжки Получается на плюс 200 И здесь мог бы дать еще Рокет, но не стал рисковать И вот здесь тоже подкорректировал свою Траекторию в конце Заворачивать чуть направо Но, даблджамп, я так понимаю Ну, как я увидел Не совсем получился Поэтому, конечно, да А запись-то идет у нас А запись-то идет, я надеюсь О-о-о-ок Далее Так, Лунтик Что, мы пострелили Лунтика? Нет, подожди Ой, я перепрыгнул, да, всех? Блин, мы пострелили их? Лунтик, хардкор Мы пропустили Я пропустил После Лунти Сорян, сорян Хардкор 22.9 Окей, окей Немножко запутался Бывает, бывает Много демок, что поделать Посмотрим всех в любом случае Так, хардкор Без остановок Сразу начало кембить Это хороший знак ГБ не делал Правильно, если ты не можешь их сделать Прямо Хотя бы немножко стабильно Лучше не делать 2х не запускал Тоже отстрелился на 1200 Почти 1300 Это очень хорошо 2000, но здесь об эту стену потерял Нужно было скорректировать свою траекторию И по касательной просто Не совсем по наклонной Но Как бы видно было, что Нарочно, диагонально Отстреливался Чтобы попадать сразу на финиш Кстати, такой вариант я тоже рассматривал Но на большой скорости Это не совсем контролится Поэтому Такое Лунтик Перебил немножко совсем Хардкора Да, я немножко, конечно, тут Ну, две демочки Обидел пацанов Ну Исправляемся Исправляемся Лунтик Но заговорил Кто научил Лунтика делать бусты Я думаю, что он научился сам Я бы на себя не взял эту ответственность Раз буст на 950 Охуеть Так Два б... Ой-ой-ой-ой-ой-ой Нет Третий день не сделал Но он иногда почему-то Очень плохо получается Да Да Лунтик становится Очень опасен Ракету Лучше было бы выстрелить После приземления В рампу Потому что Рампа тебе гасит Всю скорость И здесь Не совсем получилось Ну, а тем не менее Блин Очень классные бусты На самом деле Я, конечно, не оргазмирую Как обычно Потому что Я не знаю почему Переелось Переелось Лунтик Неудивительно больше Эти бусты Вот если бы ты задом Всю карту прошел А так, ну Да Очень хорошая демка И Я искренне надеюсь Я вижу просто Как и Как и Нос Как и Димон Я думаю В любом случае А мы в основном Типа Руля Да Вот это Администрация Так скажем Одмины Одмины Мы видим Что Лунтик растет И я очень надеюсь Что это происходит Благодаря нашей поддержке Потому что Лунтик Очень много Раз Забивал У него реально Ничего не получалось Но Мы старались Как-то его Типа мотивировать Что-то Как-то Какой-то посыл Там Даже сидели Там с москалем С Лунтиком В дискорде Разговаривали Учили его Там Пытались его Как-то научить Я надеюсь Что это все Все равно Сыграло Какую-то Свою роль И вот Лунтик уже делает Нам ГБ Просто потрясающе Очень четко Очень С очень хорошей Амплитудой Очень хорошим Движением Мыши Очень хорошим Мувментом В общем-то Красавчик Так Ну и поехали дальше Тут сразу Секунда У нас Различие 21.8 Шарлон Из Франции Йо-йо Шарлон Звук-12s Наверное Уже Наspeaker на Альга Что Субтит bits Став Таня Dankа. «Лигия 1, 2, 3, 1, Sea Me 4» Ну и мы оставшие избиватели в видео лет, стараться Есть даже но в подобии Я думаю, что нужно еще разобрать эту игру, потому что это очень неправильно, когда ты остановишься с ракетами, так что я не знаю, но в общем, движение очень хорошего Окей, кипиш, перебил на соточку Чаролон Чаролон Звучит, да, Чаролон Ооо, кипиш, спасибо, брат, вот я узнаю кипиша, вот он кипиш, вот он, пиздра на черванс, мировой рекорд очень быстро, вот он, вот он тот самый кипиш Опа, опа, вот драконом, смотри, строзу, строзу пошел, вот какая силушка динозавровская, ух Красава, просто красава, просто молодец Ух, нормально, нормально, хороший демок И с огромным отрывом опять у нас Пус, из Галапагоса, конечно же он пиздит, но ничего страшного Поехали, 18-7, это мы уже почти к финишу демок, приближаемся Пус и пп, варпач, играли, варпанк, варпук, варпукич, как его называют, класс Ой-ой-ой, классный, классный гб Хорош, очень хорошая ракета, жаль, последняя не залетела, но если бы залетела, ты бы не смог сделать ржение, ничего страшного, хороший Ой-ой-ой, как хорошо, все хорошо, ой-ой-ой-ой, вот-вот-вот-вот-вот Вот это прям вообще четко, вот это я понимаю, вот, вот за этот, вот Мы все помним, да, наверное, кто-то уже мог забыть, у нас есть приз за оригинальность, который мы можем выдавать И вот за этот финиш я готов дать приз за оригинальность, потому что он просто, грубо говоря, нивелировал всю вот эту дресню На финише с этими наклонными, и он просто завернул И по чекам, как мы могли видеть, разница не особо большая Я делал, естественно, финиш быстрее, типа, можно быстрее Но вот это вот, эта золотая середина финиша, которую, не знаю, если бы кто-то, если кто-то еще сделал И кажется, она занимает четвертое место Если что, пус, пока что кандидат на приз за оригинальность Проксима Центаури Би Би это автобус твой, Би-Би Ой-ой-ой, ГБ, очень хороший ГБ Отстрелился, успел 1400, на этом в основном он все и выиграл Подсебяшка хорошая, еще одна подсебяшка отличная И здесь, просто по наклонным Вот видите, разница 100, да? Видим? Видели по чекам? Разница в 100 Типа, ну, минус 100, а у пуза было минус 50 Вот она разница, вот он, вот он, скиллуха, где растет 17.7, босс перебил Икаруса на 600 Икарус большой красава, кстати, вырос, вообще нереально растет Играя там в какой-то... Мне кажется, знаете что, подожди, подожди, подожди Монтер, я понимаю, что тебе не терпится вот это вот все, но Икарус, он, как ни посмотришь в Дискорде Он играет, как это называется, что-то там, Инквизитор Бля, Драгон Эйдж, что ли? Да, по-моему, Драгон Эйдж Короче, он играет во все, что угодно, кроме Дефрага И просто присылает вот такие демки Мне кажется, что он переименовал, сука, Дефраг в Дискорде И, типа, играет Я в Драгон Эйдж, задра, очевидно, играю в Дефраг А сам в Дефраг дрочится Вот, вот она, вот они, схемы, где подъехали 17.7 на 600 Монтер, красава Давай, рули, третье место, красавчик Посмотрим, посмотрим Старая кровь бурлит Хороший ГБ По высоте все хорошо, но не доплазмил, очень много потерял На самом деле Так, 1500 Отлично Ну и, да, на финише немножко Вот, тоже финиш хороший, но Из-за задержки в ракете, видели чек? Минус 150 еще был От минус 150 он пришел в 300 Это значит, что Что вот эта задержка, то, что он стрелял Саму наклонную, она не дает плюс Она, это может быть В теории удобнее, но Но неудобнее, мне кажется Типа Ну ладно, ну нет, демка в любом случае очень чистенькая, очень хорошо прошел И овчаркина Овчаркина перебил литийум Ай-яй-яй-яй Овчаркин перебил босса на 700 Носф сказал, что Псу приз за оригинальность Но я сомневаюсь, потому что Оригинального мы, скорее всего, ничего не увидим Так, вот с очень хорошей высоты залетал Минус 160, молодец Да-да-да Типа, да, он про это говорил, что приз за оригинальность Плюс 150 И здесь завернул Но я про этот робот сказал Я его нашел там буквально Когда я, наверное, в четверг нашел его Ну, я подумал об этом А что вот если вот так вот Ну, вот он и сделал его Большой-большой красавчик Единственный старт очень медленный Так бы мог, наверное, литийум нагнуть А так Ну, нормально, нормально Топ-2 Овчаркин, поздравляю тебя Ты, наверное, не смотришь это Ну, типа, я пока сдал позиции Я вам разрешаю Рулить и тут рулите Я пока отдохну Вот это все Плюс 300 сделал литийум Первое место Йоу, литийум Если вы увидите Я не думаю Я думаю, что вы увидите Поэтому говорим по-русски Таймскейл репорт Все ясно С литийум ТМ-ка оффлайн Так, плюс 100 Нормально У меня тоже такие были И он просто без этих Да, да Просто Просто без среза Потому что среза Потому что вот я говорил Я про это говорил Я про это говорил Что Нету смысла в этом 2х По стеной Если ты летишь С 1200 Овчаркин вообще Помогу Давайте посмотрим С какой скоростью он летел Давайте просто посмотрим Это красиво Это круто Это я бы даже сказал Это оригинально Но 1200 На, ну Он в стену сбросил Ну типа 1200 Это медленно Это медленно А вот Вот если бы он словил Я ловил ракету На 1300 1400 Я ловил ее Я там еле как долетал Но это был плюс Это был хороший плюс Ну в общем Как мы видим Дядя Вуди Оказался немножечко прав Я свой ЧСВ Сейчас вот Вот там вот у меня Наверху И Собственно из-за того Что литиум просто сделал Все быстро максимально У него 16.7 Без этой срезы А с этой среза Его в чарте на 17.0 Потому что Сделал не совсем Быстро эту срезу И назвать срезы Это нельзя Потому что Ты по сути Летишь Вот ты Просто литиум Типа там летит Смотри Я объясню в чем разница Если кто-то не понимает Литиум там летит Летит 1500 почти В этом промежутке После ракеты Когда падаешь вниз А в чарте там летит 1200 При этом он сбрасывает На мгновение До 1000 Ловит этот 2x И у него 1700 Пока он летит 1200 Литиум уже делает рже В этот момент Потому что Во-первых Он себя кидает вниз И у него вот эти же 1700 На выходе с рампы У него эти же Та же самая скорость А то и выше Потому что после этого 2x там неудобно Возвращаться в русло Я делал Типа я знаю Ну и в общем-то Опять же тут вопрос Тестов 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 Если бы он Смог сделать На 1400 На 1400 Это очень сложная среза Потому что Там нужно ракету Просто калькулейт Откидать Поэтому Ну Такие вот Тем не менее Такие у нас результаты Давайте я вам Покажу Бровзер 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 Вот у нас сразу Даже бровзер Открылся Это все спойлеры Мы сюда не смотрим Здесь еще не отвалидировано Поэтому обзора Не будет Так и здесь у нас Икарус получил В ноль Просто Чувак отправил Классную демку В ноль Нормально Справедливый Вдф компс Все хорошо Пус Минус 3 Ну потому что У нас здесь Мастодонты Заняли первые Топ 3 места Конечно Они А деку А где деку А мы выстрелили деку 22.3 А где деку Деку Мы деку Не посмотрели Серьезно Деку Братишка Сорян Иногда Очень сложно Справляться С Многострочными Вот этими Которые Мультишат Глазах Так Хороший клим Без гб Сразу начинал По змей Давайте Мы должны Посмотреть Извините Ребят Что так Пропустилось Сегодня Вилял Неплохо Хорошие ракеты 1300 1500 Почти даже ЛГБ 1800 Хорошо завернул И здесь Да Почти все четко Нормально Очень хорошо Нормально Вырос Тоже вырос Я вижу Что ты вырос А я захват Еще раз Еще раз Ребят Бывает Бывает Извиняйте Я болею Еще Типа Поэтому Бигдефраг Босс Привет Так Хороший климп Сразу Начинал Плазметь Тоже Хорошо Повернул По стене Отличные Ракеты Не зацепил Даже Заски Но Здесь Конечно Минус В том Что он Не начинал Сразу Падать И почти Четкий Финиш В исполнении Деку Давайте Вернемся Профзер Профзер Видим мы Что у нас Правило 8 и 23 Комментарий Как обычно Можете Поставить Я уже Там Вроде Оставлял Что-то И вот Он Эверграунд Муви От Антона Андреева Он же Импекс Он же Хухала Поэтому Ребята Обязательно Посмотрите Этот Мувик Очень Классный Он Собрал Демки С Варкапа Лучшее И Собственно Запилил Мувик Очень Очень Классный Очень Свежий Так сказать Свежая Кровь И Мельком Давайте Глянем Уж РДФ Ком 55 Результаты Коль они Есть Для тех Кто не знает Пуш За темпо В общем Это CXE Это Я скорее Все Говорю Точно Если Ты Это Смотришь Красавчик Просто Просто Красава Очень Хороший Результат Умпи 89 Собак Gmail Это Poison Poison Привет Poison Если Ты Это Видишь Очень Рад Тебя Видеть Просто Бомбанул Давайте Посмотрим Кстати Что Там По Онлайн Покутри Хороший У него Тайм Да Хороший Он перебил По сути Энтера Dex 20 0 И Dex Написал Что Killops Не дал Залить Ну Правила Читать Ж Надо Они Ж Не Меняются Каждый Месяц Мы Видим Шарлон Отправил Очень Хорошую Демку И Демок Немного Поменьше Потому Что Шли Все Так Эти Варкап Параллельно Практически Один День Их разница Тот Закончился 17 То есть Вчера А этот Закончился 16 Как обычно В субботу Ну В общем Это просто Внеплановый Такой РДФ Потому Что Лямка Трещит У преда И нужно Прямо Не жить Не быть Скуваси Надо Валя Релиз Релиз Мапа Надо А случай Очень Быстро Ну И в общем То Все Всем Спасибо Ребят Переходите Обязательно На стримы Скоро Выйдет Наверное Или уже вышло Видео Про Зачем нам Speedrun.com Как многие Могли заметить У нас появилось Лого Даже Ну не у нас У меня Появилось Лого Вот это Справа Опа И Open Cyber League Которые Кстати Не перестают Нас поддерживать Ретрансляциями В общем То Все Ребят Всем Спасибо Всем Удачи Участвуйте На Варкапе На Киселькапе Обязательно Карта Очень Дрочная И Очень Такая Микромоментная Так что Все Ребят Всем Спасибо Всем Удачи Всем Пока